Сегодня в Забайкальском крае прогнозируют четвертый и пятый класс пожарной опасности. В связи с этим власти вновь запретили посещать лес с 5 по 25 июля. По информации Госслужбы региона, как только леса стали доступными, они начали гореть. Так, пожары не раз фиксировали на батарейной сопке в районе Молоковки и вблизи озера Арахлей. В территории лесного фонда действующих 3 лесных пожара на площади 25 гектаров и локализован 3 пожара на площади 39 гектаров. Основной причиной возникновения пожара в 2016 году является местное население. Всего выявлено 6 предполагаемых виновников лесных пожаров в трех районах – Ахшинском, Болейском и Сретенском. В целом, заслушанными докладами глава МЧС России Владимир Пучков остался доволен. Особых нареканий к руководителям, ответственным за противопожарную обстановку, министр на сегодняшний день нет. Сегодня мы констатируем, что все задачи выполняются на высоком уровне. Показатели профессиональной деятельности по защите населенных пунктов, социальной инфраструктуры, земель различного назначения реализуются на высоком уровне. Сегодня работают вместе федеральные службы, структуры Забайкальского края и очень энергично работают органы местного совправления. Сегодня сюда дополнительно будет дистанцирован вертолет Ми-8 с ВСУ МЧС России. Также я поставил задачу, чтобы наши самолеты-амфибии Бе-200 ЧС прикрывали и территорию Забайкальского края по прямой. Сразу после совещания в столице Забайкальского края глава МЧС отправился в Москву встречать груз-200 с телами пожарных, погибших накануне в Иркутске.